козлов еще работаете все работы долго нет не знаю и знаете знаете свою судьбу не такую но догадываетесь нет нет рассказать будете признавать свою вину нет по поводу по поводу превышение своих полномочий например чего например применение физической силы к покупателю вот не буду не будете да но это просто вас увидел решил спросить а раз я буду первым не применяю а 1 а я к вам применял силу до физическое какую если секрет ударил вас наверно да ну было дело как говорится может быть может быть или ударил сильно да не испытали боль таких случаев таких испытали боль ну было дело я пытал испытали кем упадете не пойду а если попросят пойдете пошли всех подальше что не пойдете в тюрьму что ли не пойдете не пойдете такая крыша у вас да я сам себе сам себе крыша респект за то что так уверены себе ну давайте поживем увидим хорошо я все-таки считаю что вы немножечко превысили свои полномочия ну а вы как решили что товар который был предъявлен на кассу не принадлежит покупателю как решили почему отбирали ну было указание сверху я указание сверху а сами не решили да сказали отобрать да на вера нарушение массового масочного режима ну да какой повод отбирать товар чужой товар то не оплачен но так товар то куплен был другом магазине другим человеком он просто был предъявлен для видеоролика для контента почему решили так что крышу нужно отобрать превысить свои полномочия максимум что вы могли сделать это вызвать сотрудников полиции как говорится только все запитано на старших на старших ну то есть указание было надо исполнить указание было да фамилию можете сказать для того чтобы как бы если привлекать так привлекать виновных настоящих не вас вы исполните правильно но кто виновный кто дал такое жесткое указание задержать вы их уже не пусть уже убрали до которого контора поменялась а вы остались я стал то есть если дадут указания также левой какой-то будь исполнять по одессе или будете все-таки головой думать когда будете что-то делать я всегда делаю всегда делаю но в тот момент вы не думаете скажите как он это ваша покушать можно но если тут запеет все это кружка же была нет все уже не работает кружку кружка воздушащая кружка да так Александр как у вас получится Александр Васильевич согласитесь вы были неправы сейчас уже по истечением всех вот этих ситуаций обстоятельств вы признаете это нет возможно что где-то было неправо неправо да вот то есть вот зря вы меня так вот оговаривали что что я скрылся с места преступления да ну вы же прекрасно знаете что я никуда не скрывался мы с вами прошли до сотрудников полиции да надумана эта ситуация ну вполне возможно вас заставляли это как бы говорите либо вы сами так решили ну заставляли заставляли да а кто те кто кого уволили или нет ну я контора которая как говорится ушла от услуг которой мы отказались понятно вот так вот все равно вы как человек все равно не должны были как бы поддаваться вот эту провокацию с точки зрения что вас заставляют вы должны были прямо сказать что вот так и так как бы ну молодой человек хайповал на кассе да не первый раз сюда приходит была определенная у него как бы цель снять роде видеоролик зачем вы так вот начали выворачивать что он там совершил грабеж там две пачки просроченного творога товар который вообще неизвестно откуда был взят кем был взят ну согласно что как бы это неправильно да без правила смотрите я вам открою секрет приговор будет отменен в отношении меня когда вас предоставят в суд ну вызовут суд вы все-таки дадите правильные показания но что как бы вас заставили как вы говорите что вот так и так как бы вот нужно было это сделать я это сказал что на самом деле основание как бы задерживать его не было потому что на самом деле вы не знали что у него это ну в пакете где он его приобрел но предполагали да предполагали ну на этом как бы ролики был построен то чтобы сымитировать покупку из-за масочного режима скорее всего вообще даже без моего участия приговора отмена не приговор то точно без вашего участия отмены просто после отмена приговора дело будет рассматриваться заново заново вся эта история будет длиться еще очень долго соответственно вы понимаете в чем чем сложность в том что при оправдательный приговоре что это крайне редко бывает знаете почему потому что это статистику портит тому подобное вот такое случается это как раз тот случай когда такое случится понимаете потому что в деле нет ни одного доказательства вообще что я счета в этом магазине брал мы просто нет то есть я когда просил говорю одну видеокамеру вообще возьмите покажите я что-то беру но я ничего не брала медом торговом зале не было у меня супруга купила товар в другом магазине просто вот когда вы летуаль зашли да мы просто как бы я пока я ждал пока он там нюхала туалетную воду мы ну я решил так снять видеоролик до вторую серию фильм о том как не отказывать приеме оплаты связи с тем что я без маски ну вот а вот так вот закончилась понимаете более того что помимо того что у кавица изначально дело не возбуждали озабудили через несколько дней согласитесь как бы это неправильно то есть поступил конкретный заказ и вас использовали знаете в чем сложность в том что ответственность будете нести вы знаете почему потому что именно ваши объяснения ваши показания были поводом для возбуждения уголовного дела тогда очень плохо понимаете к сожалению вот это вот я как бы против вас ничего не имею против потому что на самом деле вас заставили но вы должны были честно сказать и прийти в суд и сказать что как бы да вот такая ситуация как бы я на самом деле не видел что там кто-то что-то брал и никто не видел ни кассир не виден никто не видел и видеть это не могли потому что я вот вышел из этого магазина вот так вот прошел в районе 35 кассе ну там все выложил и вот подошел сюда все мне там не было мне там не было понимаете а тот товар который был куплен моей супругой в другом магазине следствие даже не проверяла даже не допрашивал мою супругу ничего не делали понимаете просто беспредел а знаете почему потому что это было было заказное дело я хочу просто выяснить кто заказал кто заказал вы на самом деле стрелочник вас сделают виновным понятно по 306 вас признает виновным так или иначе как бы там заведомо ложные показания но мне не это важно мне важно чтобы выяснить того человека который конкретно виновен виновен понимаете потому что следователь он знал что я ни в чем не виноват они видели я пока участку одну там в отделе полиции был они же здесь смотрели видео они же видели что меня нет нету на камеру они же это видели знаете так а зачем было возбуждать уголовное дело но выяснили что к лица но нету мама его здесь на к на камерах ну все ну 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 вот хайпанул он таким образом зачем это нужно было делать вот уже много вопрос ворту я понимаете вот вот александр васильевич до 3 со сич вот на самом деле вас все равно вызовут в суд я надеюсь что все таки вы додите правдивые показания понимаете вот я надеюсь на это и вы назовите те фамилии кто вас заставлял это сделать хорошо вы фамилии я не назову потому что я их тут они Ну, хотя бы скажите, что вы вас заставили, хотя бы должности тех людей, которые вас заставили. Хорошо, Александр, до свидания. Маску одеваем, пожалуйста. Без маски я не обслуживаю. Товаров, пробейте оплату, примите. Я не буду пробивать товар вам без маски. Почему? Это по закону. А? По закону Мурманской области? Да. А можете его показать? Мужчина, пробейте, пожалуйста, на инфопункт, вам там все покажут. А вы можете позвать кого-нибудь с инфопункта? Я могу охрану позвать. Значит, смотрите, девушка, я туда к тебе в пакет кладу. Раз вы отказываетесь. И делаю на вас сообщение в полицию за то, что вы нарушаете права потребителей. Все хорошее. Все хорошее. Мужчина, куда мы пошли товаром? Мужчина, куда мы пошли товаром? Я тебя выжила, где он? Мужчина! Мужчина! Так, вы пройдемте. Ко мне не прикасаться. Ну, пройдемте. Говорю, ко мне не прикасаться. Я не прикасаюсь к вам. Ну и все. Руки убери. Вы не оплатили товар. Так у меня отказываются принять оплату? Потому что нет маски. У меня нет маски, вы правильно заметили. Так это уже вымоз. Нет, это отказ в обслуживании. Саша. Ань, позвони в полицию. В полицию позвони. Набирай полицию, вызывай полицию. Набираем. Мониторы, вызываем полицию. Ты меня этого не... Это, руки убери свои. Так вы не двигайтесь. В смысле, что мне еще делать? Я оплатил товар. Еще раз тебе говорю, руки уберите меня. Ань, снимай, смотри, что он делает. Я полицию позвони. Смотрите, смотрите, люди. Он меня хватает, силу применяет. Отпусти меня. Подержи, я сейчас сам тогда. Ну, я не смотрел. Подержи, человек ко мне применяет силу. Я имею право в ответ применить силу. Я вас предупреждаю. Сейчас будет применена сила. Ну, так вы стойте, пожалуйста. Ты уже превысил свои полномочия. Ты можешь максимум меня сопровождать. Стоять рядышком. Вот иди и сопровождай. Применение физической силы. Руки убери. Ань, возьми телефон, я сейчас ему... Мы в это, в коридоре. Возле выхода. Мне давали пакеты даже. Я не знаю, какой выход. Тут охранник на мужчину напал. Мама, это был пакет. Да, напротив детской площадки. Мама Ивановна Владимировна. Город Мурманск. Шмите 45-100. Стоп. 45-100. Папа, пойдем домой. Папа, пойдем домой. Папа, пойдем домой. Папа, пойдем домой. Так. Папа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, районный суд, федеральный судья Ну, которая вынесла приговор мне Вынесла приговор Она лишила мне на год и восемь месяцев свободы По пустому надуманному делу Реальный срок То есть, ну, в принципе, там, ну, не говоря о том, что Ну, людям там восемь лет дают условно, там, все что угодно Просто я сейчас не хочу ругаться, потому что это, ну, не будет правильно Но у меня очень негативные, скажем так, чувства к этому человеку Вот я далеко ходить не буду Она же настолько была заинтересована, что даже когда я находился в СИЗО Она обрывала трубки телефона Это уже с начальниками, которыми я разговаривал там в СИЗО Там тоже доставал свои писанины и тому подобное Вот они говорили, слушай, что она от нас хочет Она просто названивала, интересовалась, как я там, что я там Жизнь здоровья Да, какое здоровье Я уже просто начал угорать над этим Я пишу председателю заявление Это не может быть просто Пишу председателю это заявление Прошу разрешить свидание Белозерской судье вот этой со мной Ну, просто разрешите свидание Ну, что она так все интересуется Ну, давайте, может, мы встретимся уже где-нибудь на нейтральной территории Там, не знаю, пообщаемся А какая цель-то была этому всему? Так она его засудила Так какая цель была, потому что меня пытались сломать Вообще, вот эта система построена на принципе Обвинить того человека, который даже абсолютно невиновен Потому что человека сажают в такие условия И начинают на него давить прессинг И он уже готов признать вину Лишь бы, блядь, выйти из этой ситуации На все готовы Я говорю, вплоть до того, что человек невиновный Подпишет, признается в том, чего он не совершал Причем даже у него будет стопроцентное алиби И судьи будут рассматривать это дело И проигнорируют это алиби Просто проигнорируют То есть вот у меня, я с людьми же много общался С которыми там находился Ну такие истории рассказывали, просто жесть Просто вплоть до того, что есть видеозапись На которой нету этого человека Этот человек есть документы, подтверждающие Он находился в другом городе Но его обвиняют в совершении уголовного преступления Потому что он где-то проявил слабость И подписал чистосердечное признание, так сказать Но оно противоречит материалам дела Человека тупо не было даже там То есть он не мог этого совершить Но судьи выносят приговор Его сажают Приговор отменяют То есть он 4 года в СИЗО находится 4 года в СИЗО Да, тюрьма Крытая И да, ну как вот в камерах 4 стены и все Выходит погулять там Те же самые 4 стены, только без крыши Так вот, в этом-то и сути заключается Что меня хотели сломать Точно таким же способом Поэтому для того, чтобы меня сломать Мне подтянули вторую часть статьи 161 То есть, а это уже тяжкое преступление И, соответственно, там уже можно в СИЗО держать Очень долго вот это все То есть, ну, извиняюсь за выражение Я 10 месяцев просидел в СИЗО Я практически отбыл весь срок наказания Находясь в СИЗО Ну, с учетом перерасчета Один за полтора И все равно областной суд Решил меня все-таки Снизил срок Год и 8 До год и 5 Месяцев Но все равно отправили меня В колонию В СИЗО Чтоб все равно меня там сломать Я там единственный человек был Который был без маски Единственный человек На меня приходили все Кто там в этой колонии работал Чтоб просто посмотреть Блядь Так это как? Это что такое бывает, что ли? Вот ходили как, блядь, как на зоопарк И спрашивали А почему ты это намордник не носишь? И их поражал мой ответ Блядь, не хочу Да, говорю, блядь, не хочу И все, блядь Блядь, они смотрят на меня как дебилы Понимаешь? Разворачиваются и уходят Потом другой приходит, блядь А почему ты без наборников? Блядь, не хочу Вот Вот эта вот система Ну, понятно, что я там начал уже В какой-то степени борзеть С точки зрения Нарушения режима Почему? Потому что Я понимал, что Мне там уже там Склонно говоря, через две недели выходить Потому что у меня срок уже заканчивался И Ну, я вел себя совсем по-другому А там же Людей ломают именно психически и морально То есть вот Там запрещено ходить Там должны все бегать Вот стадо лысых сайгаков бежит Представляешь, да? Ну, я, естественно, я больной, что этим заниматься Но они понимали, что Что меня взять Меня через два недели выпускать Говорят, ну ты хотя бы в сторонку отходи Не мешать им баранам бежать Понимаешь? Ну, это может быть неправильно Баранам бежать Потому что он там Кому-то семь лет сидеть Ему приходится в эту систему Как-то Ну, вникать Потому что вот Ну, со стороны, конечно Я понимаю, что Если бы у меня там десятка была Может быть, и мне нужно было Либо там застрелиться Либо там кого-нибудь застрелить Ну, либо бежать с сайгаком Этим самым Понимаешь? Это унижение человеческого достоинства Там вот у одного человека Кровь пошла из носа И он все равно Ему заставляет Одень эту маску И вот этот парень Молодой там Двадцатилетний Он эту маску одевает Короче, его потом Увезли там Он там сознание начал терять Ну, маску одевает Понимаешь? Не, чтобы сказать Да идите вы нахер Со своей маской Понимаешь? Так вот И вот они там Этот график есть Который вот И вот они, блядь Стоят Вот этот, блядь Чистый асфальт Блядь, метут Понимаешь? Создают видимость Вот метут, метут, метут А я, блядь Нахуя мне это надо? Я говорю Я не буду делать Я не буду этого делать Ну, естественно У меня этот ШИЗО Штрафной Изолятор Все Так а там нормально Че? Те же самые стены Ну, да Как бы Вот эта вот Шконка Или как она там называется Подымается Там ты можешь только сидеть Ну, и че толку там? Ну, лежать нельзя Ну, я все равно Ложусь там на стол Потому что там Ну, как-то Так я 50% Времени просидел Именно в этом изоляторе Вот как я так понимаю Сейчас Навальный же Тоже там В колонии практически Не находится Он все время В штрафном изоляторе сидит И много людей Которые годами Сидят в этих изоляторах Потому что Они не ломаются Их невозможно сломать Потому что Вот они такие А система Пытается сломать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok